Частые примеры приводил нам Александр Король, когда мы проходили сезон по управлению вниманием. Частые примеры приводил на фильмах, на героях, чтобы более наглядно было понятно нам, как это работает. И вот участники клуба задавали такой вот интересный вопрос, как вот жить человеку, если, допустим, его семье убили человека, и как ему с этим вниманием справляться, если оно уже зациклено на этом, потеряли какого-то близкого или родственника. И Александр вот привел такой пример, что как вот часто такие фильмы у нас бывают, они же разные, информационные там фильмы показывают. Потом еще есть фильмы, которые такие, гормон, феромон, да, такие там, любовь там. А есть же такие вот тоже там про убийства, да, где смотришь, и где герои у него убивают на его глазах всю семью, да. И не сам факт вот этот вот, что нравится, что это событие происходит в фильме, а именно как начинает вести себя вот герой фильма. Именно он себя проявляет как супер такой человек, в нем такая вот эта вот, что он как испытывает суть в себе, вот эту сущность, собирает всю собранность, ясность. И когда он переживает сначала вот этот шок, да, что вот его семью убили, а потом он что начинает делать в фильме? Он начинает мстить, но тут вот как бы есть грань, да, вот, конечно, там, где я видеоролик делала, что у человека, у человека крадется внимание на то, что он убивает, да, тут это совершенно разные вещи. В том случае человек, когда убивает человека, он и живет с этим, у него уже нет судьбы, потому что у него, он уже вот украдено на всю жизнь это внимание его, да, и он живет с этой свиной. А здесь вот в этом примере, допустим, если брать, разбирать, порассуждать в фильме, когда человек начинает мстить за свою семью, он тут просто вот показывает, какое вот его вообще внутреннее состояние. Здесь нет чувства вины, здесь просто момент правосудия, да, герой ищет всегда правды. Ну вот нам это часто, мы такие примеры из фильмов видим. В жизни так же у людей все и происходит, когда человек, вот, чаще начинает, вот, у него происходит какая-то стрессовая ситуация там, какие-то ЧП, человек больше становится, остается наедине, занимается чем-то там, и вдруг ему там вот это уже, он видит какую-то там информацию, он уже эту информацию может принять, понять, осознать, и много вещей становится ясными, то, что до этого вообще, как бы, человек не понимал, как это вообще работает. Именно в подобном состоянии, вот, в таком, да, человек, он уже может понять даже смысл Библии, он более находится и что-то, вот, как я сказала, занимается чем-то наедине с собой. И именно вот в таком подобном состоянии Александр Король отмечает во всех своих книгах, пишет, что люди начинают наконец-то приходить и понимать его информацию, потому что в этом состоянии именно, вот, люди открываются.